Паны Игоре, вот буквально сегодняшняя информация, Игорь, сегодняшняя буквальная информация, хотелось бы попросить вас немного разъяснить ее и, по крайней мере, как в России реагируют на это. У Путина есть не только бронепоезд, об этом говорили, что он все чаще двигается не авиацией, передвигается по России, а на отдельном бронепоезде, но также и секретные, и несколько буквально, несколько целых линий железной дороги, секретных, которые приближены или ведут от одной его резиденции к другой. Что за информация такая, как если она секретная? Это стало известно с другой стороны, но и все же, вот как вы реагируете на эту информацию? Вы знаете, на самом деле, вот та параллельная жизнь, параллельная система жизнеобеспечения, которая сегодня есть у Путина, она складывалась довольно давно, она не является только исключительно созданием путинского режима. Дело в том, что еще и в советские времена было, например, в Москве так называемое «Метро-2». То есть это метро более глубокого заложения, которое располагалось под московским метрополитеном, и, значит, линии этого метро они вели далеко-далеко за пределы Москвы и Московской области. Это все на случай, так сказать, атомной войны, на случай необходимости быстрой эвакуации руководителей. То есть советские вожди, еще советские вожди, они, в общем, создавали параллельную структуру, параллельные медицинские учреждения, параллельные, так сказать, системы жизнеобеспечения, и, в частности, вот такие транспортные пути были отдельные. То есть на самом деле делалось все для того, чтобы жизнь вот этой вот верхушки, еще советской, и жизнь обычных граждан советских, она никак не пересекалась. В путинский режим еще больше увеличил этот отрыв, и мы видели, что действительно гигантская охрана, вот эти вот бронепоезда, на самом деле бронепоезда для высших руководителей, они были еще в советский период, существовали, так что здесь мало что нового. Ну и я еще раз говорю, вот метро-2, это как раз та самая секретная железная дорога. Я не знаю насчет секретной железной дороги наземной. Честно говоря, я с трудом представляю себя, как можно построить секретную наземную железную дорогу. Как можно это удержать втайне, да? Да, если она наземная, то как ее сделать так, чтобы ее было не видно? Этого я просто не знаю. Может быть, это есть, может быть, это существует, но я про это не знаю. Что касается метро-2, то я знаю об этом не понаслышке, поскольку я несколько лет проработал в московском метрополитене и сталкивался в том числе в отдельных случаях, так сказать, мы как-то пересекались. Когда там, значит, работали с артезианскими скважинами, то вдруг неожиданно выяснялось, что там откуда-то снизу, глубоко снизу начинают стучать. Вот, и... Вам не приходилось быть в этих еще более глубоких станциях или тоннелях? Нет, мне не приходилось бывать, я, так сказать, никак не соприкосался. Просто я сталкивался с тем, что мы, когда ремонтировали артезианские скважины, то, значит, там вдруг возникали какие-то проблемы. Приходили сотрудники УКГБ по метрополитену, там было специальное, так сказать, подразделение, комитета государственной безопасности, и нашему начальству говорили, что прекратить работы, немедленно перестаньте, вы там беспокоите очень важных людей. Вот, то есть, ну, был так... Ну, у меня вот за несколько лет работы был один такой случай. То есть я... Ну, все знали, на самом деле в метро все знали, что существует метро-2, который находится за, так сказать, на несколько метров, на несколько десятков метров глубже, чем обычное метро. Вот, так что это было известно, известно, как оно выглядит. В общем, кто-то там, кто-то говорил о том, что там вроде бы бывал, но это опять слухи. Я лично, конечно, не бывал там. Вот, так что это была достаточно известная история, и она продолжает сейчас, сейчас существовать. Но вот здесь пишут журналисты именно об этой уже наземной, наверное, наземных линиях железной дороги, что, по крайней мере, три станции в Валдайский национальный парк, вот там, около одного из сел, как бы есть такая станция возле Нового Огарева, и внутри Москвы тоже есть такой ВИП-терминал, закрытый, в общем-то, терминал одной из станций, чтобы можно было воспользоваться и внутри города. Ну, интересная информация, конечно, будем следить. Может быть, тайная становится явным, тем более, если она идет просто по земле, по крайней мере, это можно снять с воздуха. Хотя, кто может сегодня летать в воздухе в России для того, чтобы снимать такие секретные объекты? Но вот, Игорь, про бронепоезд я все-таки у вас переспрошу. Это, ну, такая интересная аттракция. Путин-то раньше не был замечен особо в страхе летать, например, и пользовался он авиацией. Россия – страна довольно большая, и, наверное, доехать до каких-то отдаленных мест будет быстрее и легче авиатранспортом. И тут вдруг бронепоезд. Почему? Ну, на самом деле, здесь очень прямые аналогии с лидером Северной Кореи, который пользовался исключительно... Он вообще, насколько я знаю, отказывался летать. И пользовался исключительно бронепоездом, то есть передвигался исключительно по железной дороге. Ну, мне трудно сказать, насколько это безопаснее, потому что, в общем-то, теракт на железной дороге устроить, ну, вряд ли, уж так уж намного сложнее, чем в воздухе. То есть есть и, так сказать, диверсанты, есть и возможность разбомбить этот бронепоезд. В общем, довольно заметная цель. Поэтому трудно сказать. Ну, видимо, так сказать, какой-то инстинктивный страх у северокорейского лидера перед воздухом. Есть люди, у которых боязнь самолетов, она, в общем-то, у обычных людей. Ну, а уж тем более, если элементы этой боязни есть у, так сказать, такого диктатора, то он может любую фантазию свою воплотить в жизнь. Поэтому вот он передвигается на бронепоездах. И, что характерно, это действительно такая северокореизация российского режима. Вот, потому что Путин действительно бесконечно заботится, его патологическая забота о собственном здоровье, о собственной жизни, кстати говоря, которая происходит наряду с своеобразным культом смерти. Все время все с экрана, все призывают россиян умереть. Там Маргарита Симоньян объясняет, как здорово, так сказать, немедленно умереть, потому что какая разница, все равно же умрешь. Какая разница, там, проживешь ты на 10, на 20, на 30 лет. Дольше, по сравнению с вечности, с бесконечной вселенной, это песчинка. То есть это, ну, я просто цитирую ее. Это вот говорит человек россиянам, объясняя, что, в общем-то, им надо, в принципе, не имеет никакого значения, сколько ты проживешь, сегодня умрешь или через 30 лет. Значит, наряду с этим, Путин тоже рассказывает о том, как здорово умереть на фронте. Это гораздо лучше, по его мнению, чем умереть от водки или наркотиков. То есть, на самом деле, это вот этот культ смерти, он сейчас из каждого утюга. И на фоне этого патологическая забота о собственной жизни, о возможности ее продлить бесконечно, она выглядит очень гротескно. Так что, вот, и его бункеры, и его длинные столы, многометровые, которыми он деляет себя от собеседников, и те многонедельные карантины, которые должны, должна проходить его обслугу, прежде чем контактировать с Путиным, это все... Игорь, а скажите, вот на фоне...